Как вам лучше всего изучать график? Вот мы видим, допустим, возьмем 4 часа. Достаточно много, да? Одна свеча — это 4 часа. Мы возьмем какую-то историю. Возьмем вот этот инструмент, чтобы быстрее нам сделать. Мы возьмем этот инструмент и, допустим, вот здесь подкрутим историю назад. И теперь, допустим, понятно, что вы сейчас видели, куда что пойдет, но... Допустим, мы тут видим тоже восходящий канал. Мы его начертили. И что дальше у нас происходит? Мы можем сделать с вами следующий образом. Вот у нас 6 марта. То есть взять несколько баров, допустим, неделю. Что у нас будет и что у нас было, да? Когда мы видим сейчас вот такую ситуацию, мы приходим к нижней границе восходящего канала. И теперь мы должны открыть 1 час и здесь также провести такие манипуляции. Вот у нас есть также восходящий канал в 1 час, да? Так же было здесь. Вот у нас идеально, да? Как рисуют в учебниках. Движение вниз, нисходящий канал мы прорываем. Тут могла быть, скажем так, ложный пробой. И дальше мы пошли бы вверх, но здесь мы как раз не зафиксировались и пошли ниже и ниже. Вот у нас есть также восходящий канал. И что мы можем здесь понять, увидеть? Это у нас объемы на день. То есть вот у нас объемы. Тут были здесь большие объемы в этом уровне и здесь большие объемы. Также прошлый день был в районе вот как раз 55777. Получается, цена находится 56400. И мы делаем дальше. Следующий образом. Мы начинаем анализировать график и делать свой прогноз. То есть возможно это движение. У нас есть уровни проторговки или общий такой большой покупок и продаж. Мы назовем его так. Вот на уровне 54400. То есть в этот уровень мы можем еще прийти. Также у нас локально есть восходящий канал. Глобально у нас есть восходящий канал и уровень, нижний уровень восходящего канала. Также мы можем сюда прийти. Каждый таймфрейм вы смотрите, на каком свете он находится. И что у нас происходит? Если мы с вами видели на дневном таймфрейме, что да, вроде цена должна идти вниз, но торгуя на фьючерсах, на одной минуте вы получите минуса, потому что он сейчас так не пойдет. Вот если мы рассмотрим одну минуту, где все торгуют, скальперы, то мы увидим здесь волатильность за 13 минут 0,8%. Какие-то вот нереальные, с одной стороны, да, движения на это всего лишь 1,9%. Люди, которые торгуют на альткоинах, они уже привыкли к значению в 4, в 5, это и больше процентов. Ну да, отличается получается. Вы должны смотреть, что было обязательно в прошлом. И что у нас получается в настоящем. Какая была волатильность. Обычно волатильность возрастает, когда она выходит из паттернов. Так вот, вот мы пришли к тому, что у нас 1 час. У нас 1 час. И мы видим... Следующую картину мы будем видеть. Объемы у нас здесь... То есть продажи возрастают. То есть возможно движение вот в эту зону. Но это что касается более глобального 12 часов. Если посмотреть на 1 час, где мы и торгуем, мы видим, что мы еще не вышли за уровень... Отскочили от этого уровня, да, нижнюю границу восходящего канала. Еще не пришли и не пробили. Поэтому пробитие этого канала будет означать то, что мы, скорее всего, в скором времени пойдем вниз. Возможно будет такое движение 1. Здесь мы видим объемы большие, да. Отскок и дальнейшее снижение. Дальнейшее снижение. И здесь мы должны также понимать границы уровней... или проторговки, или уровни, от которых мы можем отскочить. То есть у нас есть скопление покупок и продаж отсюда, и есть граница локальная такого проторговки, или нисходящего такого канала. Поэтому я считаю, что мы сейчас пойдем вот как раз в этом направлении, и вы себя тоже так же проверяйте. Нажимаем старт, и у нас 1 час, 1 свеча. Получается раз, два. Вот отлично, мы отталкиваемся, то, что я и сказал. Здесь у нас мы встречаемся с... Получается, мы якобы пробиваем уровень, где было скопление покупок и продаж, но не пробиваем границу нисходящего канала. Здесь мы пытаемся пробить, но еще находимся в восходящем канале. То есть если вот провести далее, как вы видите, вот здесь у нас идет продажа, какой-то импульс. Остановить почему-то у меня не получается. Но сейчас мы должны пойти вниз, и уже получилось. Должны пойти вниз, потому что здесь у нас прижатие к границе нисходящего канала. И если мы рассмотрим 4 часа, вот это как раз несколько свечей у нас. Вот у нас квадрат, который мы выделяли на день, который нам интересен, да. Вот у нас визуально видно как раз восходящий канал, мы его могли, кстати, увеличить. Вот то, что я и говорил, что на час вы увидите меньше информации, чем если бы увидели на 4 часа. Итак, смотрим дальше. Низ пойдет сейчас однозначно. Вот у нас средняя скользящая. И вот у нас граница. Вот то есть видите, такой импульс дает пробитие вот этого уровня. И каждый таймфрейм вы должны рассматривать. У вас есть возможность в этом приложении рассматривать. Да, где-то мы можем ошибаться, и ошибка, вы будете уже понимать, что 5-62%, допустим. Да, тут можно было подумать, что мы пришли к уровню больших покупок и продаж. Это локально все. Если посмотреть на старший таймфрейм, то мы как раз в этом уровне и работаем на данный момент. Вот скопление объемов. И получается, что по моим, скажем так, как раз вот, ну понятно, мы видели, что сейчас пойдет цена вниз. И вы таким образом можете тогда с закрытыми глазами глобально где-то убрать несколько свечей прошлых и самим подумать, что будет дальше, да, с ценой. Но когда мы разбираем на минуте или на час, здесь уже мы не поймем, даже если мы видели, что будет какое-то падение, мы не поймем, что же будет, да, вот на 15 минутах. То есть сейчас у нас вот есть уровень 59-250, к которому мы сейчас можем прийти и либо оттолкнуться от него, либо какой-то иметь импульс вверх. Свечи это у нас 15 минут. Ну, такого, получается, не произошло. То есть вот он, уровень, который 58-131, где были скопления покупки и продаж несколько дней, как раз от этого уровня мы упали на 8,3%, что очень много для биткоина. И вот как раз тоже такая же история, что вот были продажи, сквиз, и сейчас у нас проторговка, и мы опять идем к уровню 53. Нижние границы восходящего канала идем. И это кропотливая такая работа с вашей стороны, поскольку вам придется все-таки анализировать график и проявлять терпение. Но глобально, видите, да, линию, которую я рисовал, что мы должны прийти к этому нисходящему каналу, будет самое интересное, когда мы придем сюда, неважно, мы придем здесь или здесь придем, куда, вот где будет импульс продаж. Вот мы, получается, локально видим, что вот уровень, вот сквиз, как раз вот этого уровня, поскольку многие там боты или алгоритмы построены на том, что если уже, вот, пожалуйста, вот и происходит. У нас импульс, движение в район 53 тысячи, где у нас был нижний уровень. Неожиданно отключился компьютер. Итак, вот мы видим как раз нижний уровень границы и здесь мы остановились на данный момент, пробили скопление покупок и продаж в этом уровне и вот восходящий канал, может быть, он, вот его правильнее было бы начертить вот как раз в этом уровне, вот здесь где-то, сейчас покажу, потому что у нас импульс как раз начался после того, как мы пробили, мы пробили, начали идти ниже, ниже первое, скользящий средний и ниже объемов покупок и продаж, то есть сразу тут автоматические продажи и ликвидации многих лонгистов. Здесь мы пробиваем восходящий канал и включаем дальше. Скорее всего, будет та же самая ситуация, можно пойти еще сюда, но все уже в нисходящем канале идет. Это весь процесс. Так, и мы видим у нас как бы паника, паника, вот я сделал еще нисходящий канал, мы видим ту же самую ситуацию, что и было на данный момент, несколько дней назад, вот у нас тоже нижняя граница, следующая, на которой мы остановились. Здесь мы можем тоже сделать такой треугольник, пробитие. Тут у нас было ложное пробитие и опять очень такая запутанная ситуация. Здесь у нас такая проторговка. По идее, мы должны пойти в эту точку, коснуться. и представьте, это 12 часов, одна свеча, и это на самом деле может сильно изматывать. и каждый таймфрейм дает свой как бы паттерн, если глобально, мы посмотрим, там есть у нас какой-то флаг, есть треугольник, но выход из паттернов, вот он может быть, в общем, идею вы понимаете, да, что нужно делать для того, чтобы анализировать графики. Вот у нас есть скопление покупок и продаж в этом уровне. Вот эта граница будет служить сопротивлением и здесь тоже скопление покупок и продаж. Здесь мы оттолкнемся и пойдем вниз. Давайте более глобально, на один день сделаем график. То есть здесь мы хорошо выросли. Всегда смотрите, насколько мы выросли. Вот, 72%. Вроде бы создавалось ощущение, что падаем, а на самом деле мы уже выросли на 82%. Также мы видим раз, движение и падение должно быть. Также немаловажный момент это то, что вы должны пользоваться вот таким вот инструментом. Это FIBA, коррекция по FIBA и смотреть коррекцию, да. мы на данный момент пришли к тому, откуда бы мы стартовали. Но если мы возьмем более старшие, более, то мы получим пока коррекцию в районе 0,5-0,618. сюда используйте сетку, чтобы понимать примерную коррекцию. Также до падения вот мы видим, что мы дошли до значения 0,618 и отсюда мы пошли вниз. в принципе очень много нюансов. 1 допустим 3,4,5 тон идет у нас. Ну, по сути, вот так вот. Так мы и приходим. 16% вообще волатильность за несколько часов, да, 3 дня 12% минус. Обычная проблема, я же говорю, это просто большие плечи. На споте раз, вы бы не почувствовали уже выше без убыток давно и работали бы дальше. Если посмотреть на сегодняшний рынок, вот мы открываем 24 часа, да, в принципе, рост. Иотекс, целлюз, целсиус, 5% это за 24 часа, в принципе, немного, вот, NER за 7 дней вот один дает такой хороший профит, если откроем 7 дней, да, вот как раз он в лидерах, BTT тоже, вот он по графику хорошо вырос, но также есть коррекция ЛЕО, HT, Куилипокин, MATIC, все равно идет в минусе, минус, 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 очень много криптовалют, сейчас в минусе, они еще не восстановились за период падения криптовалюты, за 24 часа у нас лакс упал сильно и 1 инч, вот, и другие криптовалюты, видите, и графики, смотрите, также на объемы за 24 часа, рыночной капитализации, там, где больше рыночной капитализации, понятно, более интересно, на эмиссию криптовалюты, сколько на рынке этих криптовалют, сколько золочено, и вообще, есть ли ограниченное количество их, потому что, если мы возьмем криптовалюту, не только биткоин, а и, кстати, была UFFE, UFFE, такие криптовалюты, почему-то сейчас не вижу, они тоже очень много стоили денег, вот, МКР интересно, хорошо растет, вырос в 2500 В, BNB, хорошая валюта, DGLD, SOUL, AWE, так, у меня тут уже все, проснулись, всем спасибо за просмотр, птички кричат, и всем профита, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и всегда ставьте чель научиться стать лучше, чем вчера, всем пока!